МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как ты думаешь, этого хватит? Ого! Да тут как на убой. Ма, слушай, ну ты же не Нобелевскую премию получила. Обычная поляна за пенсию. Ну, что делать? Мороз, мы едем, нет? Еще потом надо на станцию заскочить. Хорошо. Доброе утро, мама. Мой родной. Поздравляю тебя с официальным выходом на пенсию. Спасибо, Васенька. Сядь, поешь нормально. Там салатики, котлетки. Я не могу, я спешу. У меня встреча с МВФ. Вась, у меня сегодня делали в проворот. Так что оплата коммуналки на тебе. Пап, какая коммуналка? Я же сказал, у меня встреча с МВФ. Не знаю, во сколько закончишь. Ну, понятно. У тебя МВФ, а у меня фигня собачья. Сыночек, возьми котлетки с собой, угостишь МВФ. Ага, сейчас. Они там, во, и мы им, во, правильно? Я слышала, что в Ровенской области этого, янтаря полно. Ну, может, мне добычей заняться? Даже не начинай эту тему. Ну, и ладно. Ну, что мне этот янтарь? Был он в Полтавской области нефть добывать. И газ, и мужикородей. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу? Вот тут набьют оту слуга народа. Я поздравляю господина Колобородько с вступлением на должность президента Украины. И выражаю удовлетворенность демократическими процессами, которые идут в стране. Спасибо. А я благодарен за поздравление мисс Расмусен. В то же время, как глава МВФ, я глубоко обеспокоена невыполнением достигнутых договоренностей. Честно говоря, я человек новый, не совсем понимаю, о каких конкретно договоренностях идет речь. Речь идет о кредите МВФ. Первый транш, который 5 миллиардов долларов вы уже получили, можно так сказать, под честное слово. При этом обещать проводить реформы, которые не провели. Поэтому я вынуждена поставить ультиматум. Либо в течение месяца проводить реформы, либо вернуть деньги. В крайнем случае вам грозят международные экономические санкции. Захвала, варяшка в промолок до князя. Таких люблю. А я тебе казал, что у менеджинка варяю. Ярослав Владимирович, я историк, я в курсе. Ты послухай параду, подружися с нею. Жениться на ней. Да вы что, это глупость. Глупость? Было гроши в борг брати. Борг – это начаток рабства. А веселье – это преданное. Земли, серебро, золото. Я понимаю, но она не в моем вкусе. А ты не про себя дбой, ты про державу дбой. Глянь на ней, я капеш на краля. Та вона тебе народить, повнуха, то дитачу. Ярослав Владимирович, при чем здесь дети? У меня есть уже сын. А ты его с нею дружи. Он несовершеннолетний. Хай вона его выховывает. Та у дружи с нею кого не шкода. Кого? Я родичався с всей Европой. И не я, а мне несли данное. Уважали меня. О, слушай, Василию, а у вас ваши часы еще накил саджают? Боюсь, что Европа не одобрит. А я никогда в Европе и не питал, кого мне сады ты мокил. Верий Иванович, вы же воспитанный человек. Что? В знак глубокого уважения предлагать вам, Василий Петрович, подумать и сообщить решение за ужин. Я надеется, это будет правильное решение. Юрий Иванович, вы куда? Много работы. Да? Не хотите ничего мне объяснить? В смысле? В смысле, я сидел, краснел, чувствовал себя полным идиотом. Почему вы меня не предупредили? Ну, вы никогда не спрашивали, я думал, вам не интересно. Юрий Иванович, мне очень интересно, очень интересно. На что ваше правительство потратило пять миллиардов, которые нам теперь нужно отдавать? Можно вас? Да. Василий Петрович, а вы быстро схватываете. Правильно, все вылите на попередников. Согласитесь, это удобно. А вы считаете это смешно? Я упасю вас Господь. Просто мы занимали деньги, чтобы вернуть кредиты предшественников, которые занимали деньги, чтобы вернуть кредиты своих предшественников, которые в свою очередь... Верий Иванович, достаточно. Мне понятен этот алгоритм абсолютно. Мы так поступать не будем. Мы сразу вернем первый транш. Ясно? Готовьте указ. Какой указ, позвольте узнать? Указ. Представите бюджетников сдать зарплаты за апрель-маль или потребуемых пенсионеров вернуть пенсию. Юрий Иванович, ну это просто смешно. Можно подумать, что вы все деньги потратили на зарплаты и пенсии. Очень обидные вещи вы видите. Обидно, не обидно. Юрий Иванович, все просто. Нет денег, проводите реформу. Повысим пенсионный возраст, поднимем коммунальный тариф и все сразу в один месяц вместо года. Верно. Все сразу за один месяц вместо года. Желаю удачи. Надеюсь, у вас здесь знакомые патриотично настроенные пограничники. Хорошо, что вы предлагаете. Василий Петрович, я думаю, не стоит выдумать велосипед. Берем кредит у Евросоюза и погашаем первым траж МВФ. Допустим, как потом вернуть деньги Евросоюзу? Занимаем деньги в США. А как мы вернем потом деньги в США? Да, слушай, Петрович, не обижайтесь, но прям как маленький. Ключевое слово здесь. Потом. Пусть потом над этим ломают голову ваши преемники. Но я думаю, они тоже возьмут кредиты у Евросоюза. Понимаете, это такое наше национальное ноу-хау, вечный двигатель долгов в экономике. Да, но понимаете, такими шагами нас с вами скоро ждет дефолт. Это замечательно. Дефолт – это наша национальная мечта. Раньше приближали коммунизм, а сейчас – дефолт. Василий Петрович, в случае дефолта нам вообще спешут все долги. Я в курсе. Но зато потом нам никогда больше ничего не дадут. А потом. И не надо. Хорошего дня вам. Это одно из трех хранилищ НБУ. Пять комнат, оснащенных современными сейфами фирмы «Дефолт». Стены толщиной пятьдесят сантиметров из железобетона. Если кому-то ей взбредет в голову сломать стену, у него уйдет на это двадцать часов. Хм, столько информации. Вы каждый день сюда экскурсии водите? Ну, конечно. Это же моя жизнь. Я этим живу и этим дышу. Шучу, конечно. Вожу каждого нового главу НБУ. Но, признаться, такой очаровательный экскурсант у меня впервые. Прошу. Я надеюсь, там настоящее золото, а не керамическое, как в Одесском хранилище, да? Ольга Юрьевна, когда это было? Полгода назад. Ну, это же до вас. А, ну да. Серега, Серега, это я. Открывай дверь. Простите. А, Сергей дома? Кто? Ну, Сергей, он хозяин вот этого всего. Проходите, пожалуйста. Простите, что я так не вовремя. Простите, пожалуйста. А можно селфи? Это прилично. Так. Улыбайтесь. Класс. Ой, а может быть, вы кофе хотите? Если можно, да. И Сергею Викторовичу, я думаю, двойной. Не помешает. Только я сначала в душ схожу. Да, нет проблем. Да. Вот это прикол. Вообще. Да. Вы очень-очень классный. Взаимно. Спасибо. Серега. Серега, вставай. Сергей Викторович. А-а-а. Толстый. Поднимайся. А-а-а. Так, ладно. Опа. Опа-па. А-а-а-а. Серега. А-а-а. Ну, котику нужен тайм-аут. Не сейчас. Котику нужен тайм-аут. Котик устал. Котик нажался. Ну, я выпил немножко. Котик алкаш. Рита, а что ты так хребешь? Ох ты, е-моё, Ося, ты что тут делаешь? А я шоу прогуливался? Думаю, дай зайду в котик. Может быть, кушать хочешь? Занесу вискос. А все-таки котик важный человек. Министр иностранных дел. Чего ж котик не ходит на встречи-то? А? А который час? А рано еще, два часа дня. Сколько? Два часа. А-а-а. Чего ж ты так поздно пришел? Занимаешься непонятно чем. Чего сразу непонятно чем? А я могу ответить тебе на этот вопрос. Сергей Викторович, вы министр иностранных дел на встрече с Международным валютным фондом. А ты валяешься в постель с какой-то блондой. Чего ты орешь, придурок? Я придурок? А ты лицо нашей страны на международной арене. Хватит бухать котику. Собирайся. Я, между прочим, и решал проблемы нашей страны на международной арене. Угу. Только не лицом, а не ясно чем. Так. И вы говорите, что в Киеве три таких хранилища, да? Да. А сколько всего по Украине их? Двадцать шесть. Двадцать шесть. Золотовалютный запас составляет восемнадцать миллиардов долларов. Ясно. А сколько конкретно в этой комнате? Здесь всего-навсего семь тонн сто двадцать пять килограмм золота. Два миллиарда семьсот двадцать пять миллионов сто сорок две тысячи долларов. И один миллиард четыреста сорок семь миллионов двести тридцать восемь тысяч евро. Удивительно. Такая точность. Вы что, знаете все до копейки? А вы сомневаетесь? Нет. Гордитесь. Вам удалось впечатлить начальника. Это было не сложно. Здесь все написано. Очень профессионально, Дмитрий Васильевич. Спасибо. Ну-ну. Что вы замолчали? Таблички закончились, да? Нет. Просто все остальное вы знаете. А если не знаете, то, по крайней мере, догадываетесь, что, к примеру, в США золотовалютный запас составляет семь тысяч сколько? Правильно. Сто тридцать три тонны. На втором месте кто? Правильно. Германия. Ну и так дальше. Германия. А можно ближе к Украине? Конечно. На вас очень красивое платье. Дмитрий Васильевич, я прошу вас, пожалуйста, перестаньте. Если ближе к Украине, то нам придется опуститься на пятьдесят одну ступеньку ниже. Между прочим, это Блонда, глава департамента молодежи и спорта Прибалтики. Да, конечно. Всего мира, я думаю. Я похож на идиота, Серега. Что это такое? Интересно. Рита, Микалин у нас ничего себе, сразу не скажешь. Ну, конечно, не скажешь. Немножко помятая, не выспавшаяся. Как-никак три раунда переговоров было. Да ладно, не надевать. Ты в молодости максимум два совещания выдержал. Заткнись, слушай. Зато мы пришли к общему консенсусу. Теперь наши молодые одаренные спортсмены будут отдыхать в Юрмале. Месяц. Может, и два. Я не помню, о чем мы там договорились сейчас. Вообще-то полгода. Да? Полгода. Круто. Что ты улыбаешься, собирайся, Родина ждет. Родина не может потерпеть 10 минут? Я в туалет сгоняю. Ну, если ты терпеть не можешь, Родина потерпит. Спасибо, Родина. Давай. Я тебя тоже не забуду. А вам с сахаром? А вы замужем? Ася, я говорю с сахаром, не кофе. Сахаром. Хотите подержать? Не знаю. Попробуйте? Можно? Конечно. Это же наше золото. Тяжелое, да? Ух ты. 12,5 килограмм. Вы сейчас держите в руках 650 тысяч долларов. Ясно. Как ощущения? Да не знаю. Для меня это всего лишь цифры. А у вас, я смотрю, как-то изменился взгляд. Глаза зажглись, как у Кощея, Дмитрий Васильевич. Что нравится вам, да? Родина, люблю. Люблю. Знаете, тут какая-то особая аура. Да? Да. Помните, как у Пушкина? Что у Пушкина? Зажгу свечу над каждым сундуком. И все их отопру и стану сам. Среди них глядеть на блещущие груды я царствую. Какой волшебный блеск. Браво, браво, Дмитрий Васильевич. Вы, наверное, выбрали не ту профессию. Нет, вы знаете, актерская профессия меня никогда не впечатляла. Я в детстве вообще мечтал работать в цирке. Жонглером. Что случилось? А что случилось? Что происходит? Ничего. Вы что, с ума сошли? Может быть, это реакция на платье, а я... Какое платье? Вы вообще что себе позволяете? Дайте мне пройти. Не подходите ко мне, я вас сейчас опять поцелую. Что? Ольга Юрьевна. Послушайте, Дмитрий Васильевич. Если я в разводе, это не значит, что я в активном поиске. Понятно? Я хочу выйти отсюда. Откройте мне дверь. Хорошо. Я открываю дверь. Ольга Юрьевна, дверь не открывается. Что значит не открывается? Вы что? Откройте мне дверь, я прошу вас, немедленно. Ольга, не надо нервничать. Она захлопнулась. Прекрасно. Звоните начальнику охраны. Да, нужно позвонить начальнику охраны. Здесь же нет связи, Ольга Юрьевна. Что? Здесь нет связи. Как это нет связи? Ну, вот так. Вы что, издеваетесь? Нет связи, и дверь закрыта. И что теперь делать? Я не знаю, что делать. Камеры есть здесь? Камеры? Камер тут нет, потому что это новый склад, и их еще не успели установить. Прекрасно. Класс. Вот так, Ольга Юрьевна. Слушайте, вы что, издеваетесь надо мной, а? Я нет. Давайте звать на помощь. Эй! Эй! Кто-нибудь, ау! Вы слышите нас? Выпустите! Ольга Юрьевна, нас никто не услышит здесь. Можно не орать, потому что здесь 50 сантиметров железобетона. Даже если я вас буду здесь насиловать в извращенной форме, то... Знаете, чем я это сказал? Послушайте, Дмитрий Васильевич, остудите пыл своих эротических фантазий, вам ясно? Подумайте лучше, как мы отсюда выберемся. Сюда же кто-нибудь когда-нибудь должен войти. Не надо нервничать. Сюда периодически заходят люди. Как часто? Это периодически происходит? Каждый раз, как только пополняют золотовалютный резерв страны. Правда, это последний раз было, по-моему, в 2007-м. Ольга Юрьевна, шутка. Завтра утром будет пересменка и нас выпустят. Какой вы неприятный человек, Дмитрий Васильевич. Ах, Ольга Юрьевна, сам себе удивляюсь. Бло, башка не варит совершенно. С чего бы это? На погоду? Слушай, хватит издеваться. Так, Вася, давай еще раз. Давай. Ты решил проводить реформы. Это я понял. Так. Потому что деньги мы отдать не можем. Увы. Это я тоже понял. Ну, а что ты не понял? Я не понял, при чем здесь я, Вася. Сереж, давай еще раз, чтобы ты поняла. Итак, глава МВФ кто? Кто? Женщина. Ты у нас кто? Кто? Бабник. Коллекционер. Я собираю женщин разных профессий. Понятно. Послушай, нумизма, тебе нужно просто очаровать женщину. Все. Так же, как ту балтейку? Нет, ту балтейца. Так не нужно. Просто посиди с ней, поговори. Что-то расскажи интересное. Ты умеешь. Выпей вина. Но дальше как пойдет. Главное, добиться отсрочки. Полгода. Лучше год, конечно. Мне кажется, ты меня используешь. Мне кажется, тоже. Она хоть симпатичная? Очень. Господин президент. И которая из них хотят. Какая тут разница. Вы говорите, что будете не один. Я тоже решила взять подругу. Матильда Ольсен, глава банка ЕБРР. Матильда. Матильда. Василий Петрович. Матильда. Сережа. Василий Петрович. Хельга. 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 Ага. Ну, пожалуйста. Я даже прошу. Тут вы сидите. Ну что? Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, да? Ага. А мы, а мы. Да, мы здесь. Желаете что-нибудь на аперитив? Немножко белого. Красного. А вам? Водки. Ольга Юрьевна, вам удобно? Ну, так. Я могу постелить вам доллар и укрыть евро. Все шутите, Дмитрий Васильевич. Похвально. Кстати, вы меня обманули насчет мыши, которая якобы здесь повесилась. А жаль. Я бы ее сейчас с удовольствием съела. Есть хотите? Очень. Смешная ситуация. Денег. Тонны. Покупить нечего. Ну, зато. Ого. Пьете на рабочем месте? Исключительно во вне рабочее время. Исключительно хорошие виски. А ваш муж, ну, в смысле, бывший муж, он как, пьющий? Вася? Василий Петрович? Да нет, что вы. Вообще никогда. Капли в рот не берет. Завидую. Вот это сила воли. Алло, Серега, ты где? Я где? Я здесь. Это ты где? Ты что, трыхнешь, что ли? Я? Нет, я еду. Я еду, я рядом, пробки, тянучка просто. Что ты меня чешешь? Давай быстрее, тебя с 11 группа ждет. Какая группа? Ты что вообще ничего не помнишь? Мы же вчера с тобой договорились обращение записать. Обращение к кому? В стране. В какой стране? К Зимбабве. Давай быстрее в администрацию, я тебя люди ждут. Последний вопрос. Почему я? Да потому что ты алкаш. Президент этой страны. Потому что тебя, Запойного, народ выбрал. Он уже подъезжает. С минуты на минуту будет. С минуты на минуту будет. Сергей Викторович, я вас ищу. Оксана, я занят. Я решаю проблемы с МВФ. Понимаю, это срочно. У тебя все всегда срочно. Что? Завтра к нам с официальным визитом прибывают принц Астурийский, Жиронский и Вианский, герцог Монбланский и сеньор Балагер. Все одновременно? Нет, это один человек. Он же король Испании Филипп VI. Запланирован обед. Вы должны произвести на короля хорошее впечатление. Отлично. Значит, подкатим к нему через футбол. Какой футбол? Обычный футбол, Оксана. Если он король, значит он болеет за Реал Мадрид, королевский клуб. Отпущу пару подколов промессии Барселоны, и твой Филипп будет от меня в восторге. Боюсь, этого будет недостаточно. Понимаете, королевская династия славится виноделием. И я думаю, Филипп обязательно привезет пару бутылок из фамильных погребов. И разумеется, все это нужно будет попробовать. Отлично. Наконец-то моя работа начинает приносить мне удовольствие. Сергей Викторович, это не просто пьянка. Поймите, винный этикет – это целое искусство. Вы должны уметь отличить Каберне-Савиньон от Пино-Нуар, Шинон-Блан от Шерданет. Я понял. Но прямо сейчас я не могу. Я нужен президенту. Не сейчас, вечером. Я закажу столик в ресторане с хорошей винной картой. Да. Точное время и место я укажу позже. Да, Оксана. Мамуля, а почему твои цветы у меня в комнате? Я даже… Рано расслабились. Президент Голобородько отправил 80 тысяч потенциальных пенсионеров обратно на рабочие места. Напомню, повышение пенсионного возраста было одним из требований Международного валютного фонда для получения Украины денежного транша. И президент Голобородько пошел на поводу у западных партнеров. Свой комментарий относительно ситуации дала глава МВФ Хельга Расмусен. Я осталась довольна визитом. Президент Голобородько заверил, что все наши требования будут выполнены в ближайшие сроки. Я думаю, кто это у нас тут педигаром хакает? А это наш Павлик Морозов очухался. Лично я был против такого решения. Но вчера, поздно вечером, мне позвонил президент. У нас состоялся долгий разговор. Василий Петрович настоятельно просил выполнить требования МВФ. И мы, скрипя сердцем, все же пошли ему навстречу. Повторяю, скрипя сердцем. Матери уже звонил главврач. Снова кайло в руки и Арбайтен. Красава, Васюк. Подарок матери сделал, что надо. Я думал, ее это не коснется. Думал? Тебя выбирали, чтобы ты не думал, а страной управлял. Маш, я в него спускайся. Мама. Мама, ты... Ты не обижайся. Я... Я просто думал, нам дадут отсрочку. Ну, ты пойми, я... Мама, ну послушай. Мне как сыну очень-очень стыдно. Но как президент я не могу поступить иначе. Как мама, я тебя понимаю. Спасибо. Но как пенсионер я не могу поступить иначе. Мне не больно, Толя. Все хорошо. Что-то меня подразвезло. Тихо ты. Соберись. Я же остановлюсь. Спасибо. А что это такое? Ваш заказ. Четыре эспрессо в одну посуду. Что ты делаешь? Доверься мне. Это проверенный рецепт от жесткого похмелья. Ужас. Да не буду я это пить. Да. Вчера я от тебя таких слов не слышал. Держи. Единственное, что мне сегодня нужно, это вспомнить, что я делал вчера. А ты что, вообще ничего не помнишь? Абсолютно. Представляешь? Ну ты даешь. Я вспомнил. Ты же должен был договориться об отсрочке. Я уже был на полпути, старик. Так. И баба, кстати, нормальная оказалась. Первая иностранка, которая смеялась с моих анекдотов. Ну? Ну, после третьей рюмки ты лишил меня полномочий. Как? Вот так. Ой, рот свой закрой. Понял, дипломат. Лынь. Вино, зубы, зубы, зубы. Ты типа... Господи, как стыдно. Да ладно. Не, в принципе, начал ты хорошо. Да? Да. Повел разговор в правильное русло. Говорил, что Украина и Швеция – это близкие по духу страны, родственные нации. О глубоких исторических корнях наших отношений говорил. Ну, это нормально. Ну, как нормально? Я президент с моторчиком. Шведки, молодцы. Вы же вообще молодцы, шведы. Вы нам все сновали. Сновали столицу. Ваши назыка. Какая герна, окиги, улыбки за солью. Мы вас поблагодарили? Да. А, подболтавай. А, вот мы вас поблагодарили. Да, ну, подболтавай. Мы же друзья. Плакет. Так, у вас синий желтые, у нас желтые. А, не знаю. Шведки. Шеры. Смотри, кого они. Шведы. Как не культурно. Кстати, о культурных отношениях между нашими странами ты тоже говорил. Я говорю. Конечно. Давай. Спасибо. Еще три дюнальные, пожалуйста. Девочки-шведочки. Не пьете? Не уважайте. Вот что у вас? Апа. Бу-бу-бу-бу. Все, да. У нас на вашу амух. И на тек. Девуров. Сусами. Виктор Павлик, Безутов, Белоножки. А муж, знаете, вот такие партии. А, сейчас. А танцы какие? Пошли танцевать на Зверевские. Резинки. Заглядь. Кошка, красава. Танцуем. Давай, Вадим, 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 снимай. Танцуем. Ребята, давай, давайте петь. Куда? Куда петь? Ребята, все вместе. Давайте, не сняемся. Да, не, 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 я не тугохам. И не читайся эти слова. Я говорю, давай, давайте. Ні, не, 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 я не ту чекав, не ту теплов, своїм зігрілим чвет. Ні, не, 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 не тугохам, своїм зігрілим. Ми ж хвилим чекаву на нас. Ні, ну, шіпи, шіпі, шіпей, ну. Ми, я діюм зігрілим. О, вибра, вибра. это скандал да нет и что не думаешь это международный скандалось слава богу вас помирил танец был еще и танец а теперь синхронное плавание это конец да не это только начал потом с криками моя маленькая моя маленькая шведка я дарю тебе этот бассейн шампанским ты заставил всех пить из него воду насилий петрович минута серёг давай отменяй пресс-конференцию да какой отменяй пресс-конференцию ты чего меня тошнит ну прошу тебя вася у тебя сейчас такая фактура ты всем своим болезненным видом показываешь народу как тебе нелегко было принять это решение зачем я звонил юрий иванович серёга что сделано то сделано ты так в жизни никогда не сыграешь вас серёг ну пожалуйста неужели мы не можем ваш язык меня приятно удивить а чё мне матильда пишет эсэмэски значит у вас все получилось в смысле что получилось когда у тебя не получилось хельгу багром из бассейна вытащить ты взял матильду затолкал ее в такси с криками шеф в готель скрылся в неизвестном направлении как я надеюсь завтра все в силе значит два раза получилось ты почему меня не остановил ты когда я занят был я хельгу в это время из бассейна вылавливал спасал ее телефон отдай что мы там творили вообще серёга подожди давай все таки ответь вас риском пожалуйста сядь и замри группа можем заходим круги под глазами не трогайте президент должен быть изможден почему вася потому что ты ночами не спишь и не сплю думаешь и не думал ищешь решение не искал зачем я позорил юрий иванович принять условия мвф это было единственным правильным выходом теперь ты страдаешь но идешь на этот шаг могу я страдать и не ходить нет не можешь вася пойдем народ ждет садись дай бутылку сюда пробка да правда есть такое ощущение что пробку отдай на крышку но папку переверни господи соберись камера готова можно не светить нет нельзя можем шановне украинцы нам всем зараз дуже погано и вам и меню вася соберись вася по тексту открой папку мы украинцы мы мощные сильные вильные мы все вася витры мае мо витры мае мо супер еще один дуб я вообще не понимаю как такое возможно режимный объект хранится столько золота ни камер видеонаблюдения не связи не дверей нормальных это что вообще происходит так там же не надо оправдывать слушайте вот именно разберитесь с этим ясно ольга юрьевна мы разберемся дмитрий васильевич вы же знаете что там есть кнопка аварийного открывания двери изнутри знаю знаю андрей владимирович и вы это знаете но ей этого знать не надо да начнем с красного и так сергей викторович дегустация любого вина состоит из трех этапов этап 1 визуальная оценка берем бокалы поставьте бокал надо кричать понял я не брать левой рукой да нет берите как хотите главное взять за ножку вино не должно нагреваться теплом вашей руки подносим бокал на уровень глаз слегка наклоняем и смотрим на свет цвет оттенок что вы видите вино как вино хорошее вино должно блестеть на свету и сверху не должно быть пузырьков от углекислого газа этап 2 альфа активная оценка какая оценка аромата подносим бокал и делаем вдох что вы чувствуете а что должен хорошее вино не должно пахнуть серой и дрожжами далее делаем несколько круговых движений вокруг своей оси бокалом тем самым мы впускаем кислород вино и сейчас она должна раскрыться своим истинным ароматом вы чувствуете этот запах ну да и наконец третий этап оценка вкуса наконец-то стоп не торопитесь сначала вы должны слегка смочить верхнюю губу сделать глоток потом пожевать вино покрутить его во рту потом приоткрыть в губы слегка впустить воздух в рот с легким посербыванием показываю а ну еще раз вы же вначале глотнули а потом сербнули а так получилось у меня что проглотил вино филипп не любит ошибок держите его во рту вдохните посербать и а потом глотните показываю еще раз закрепляем на розовом василь петрович да простите была рудольфовна читал новый земельный кодекс немножко задремал у вас запланирована встреча с главой завода мотор сич это по поводу отечественных вертолетов ну да вертолет это как раз то что мне сейчас нужно а может быть можно уже перенесла правда спасибо вот пить что это то что вам поможет этим секретом со мной как-то поделился помощник ельцина пить и езжайте домой оставшиеся встречи а также перенесу спасибо большое извините я не знал что так выйдет нормально вы это делали на благо государства это вас оправдывает спасибо кстати в прошлом году филипп 6 не заключил контракт с президентом нигерии потому что тот попросил разбавить красное вино льдом вы чувствуете вино как будто расцветает во рту это называется эффект распускающегося павлини во хвоста действительно целая наука она об этот король самогон было бы намного проще хорошо что вы напомнили филипп 6 занимается не только виноделием он может привезти с собой пару бутылок бренди алкаш поставьте бокал да шо опять не то бренди как раз наоборот любит чтоб вы его согревали теплом вашей руки а если они с мороза пьем маленькими глотками слушай может не надо мешать а оксана Сергей Викторович ягода к ягоде точно у меня все под контролем она она и она мы и а а а и а а в разве кофейку что здесь делаю Сергей Викторович так официально Сергей Викторович вчера ты меня так не называла да тигренок мавр мы не обузданный аташе мы неприкосновенный конс господи и так тоже называла нет как это могло произойти да как по всякому было Оксана и так и эдак было ой боже мой как стыдно почему же стыдно ты знаешь я в жизни многое повидал но то что ты вытворяла это конечно ничего не говорите слушай мне интересно этому тебя в твоей дипломатической академии научили чему этому слушай ну я же все перечислять не буду я просто скажу что было не по протоколу я просто скажу что было не по протоколу но это настолько стыдно ну нет а че ты ревешь потому что я не так себе представляла свой первый секс 35 лет мне 27 успокойся ты не было ничего не было не было ты еще в такси вырубилась почему я тогда тут у вас дома а куда мне было тебя везти я у тебя адрес спрашивал единственное что я от тебя мог услышать это фи-фи-о-фа-и-на-со Сеченова 15 ну извините Сергей Викторович а что там делает на мое платье сушится ты его вчера немножко испачкала ой Оксана, Оксана значит Сергей Викторович у нас с вами вчера ничего не было Оксанна единственное желание которое вчера у меня возникало это убить тебя слава бог ну вообще-то это не по-человечески могли бы сразу во всем признаться не ломать эту комедию это низко и подло что сразу подло это моя как ее там сатисфакция могу я потребовать моральную компенсацию за то что всю ночь себе тазики таскал так сколько времени через час совещание в миде кстати я забыл какое там у короля Испании любимое вино да господа голобородька удивил пойти на такие непопулярные реформы это ну молодец сам роет себе могилу и заметьте господа без всякого на то компромата это точно господа ну пожалуйста не двигайтесь я же пишу а нахера ты пишешь ты рисуй давай надо чтобы имениннику понравилось Виктор Федорович любит живопись не разбирается правда но любит кстати такими темпами голобородька скоро составит батя компании в Ростове к бабке не ходи и нам осталось его только подтолкнуть ну это мы умеем я не знаю Юрий Иванович шалом тебе будет маленькое но ответственное поручение ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброй ночи господа Добрый Юрий Иванович сорвали нас с места силком притащили сюда вы извините но мы закрыли сессию а сессия не олимпиада как закрыли так и откроем да с кем ее открывать все разлетелись кто куда у меня через сейчас самолет в Монте Карло не о том волнуйтесь голубушка вот ведь как бывает вроде как вылетаешь в Монте Карло а на самом деле вылетаешь нахрен из фракции ну меня там кабанщика загоняют ну да 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 вот тебе юный следопыт повезло загнать нужно зверя покрупнее главное загнать его за поребрик так как мы одни справимся Юрий Иванович Юрий Иванович заходим господа Доброго дня отпускай так пять на четыре двадцать сколько будет двадцать один помолчи округляем двадцать пять пишем да кто там будет перемирять хорошо пиши двадцать пять метров сосед скромный интеллигентный без вредных привычек какой сосед интеллигентный с одной с двумя па так а давай с двумя соседями поселим ну пожалуй тесновато будет да думаю хотя подожди а ну держи да держи держи да держи держи ну вот и весь наш Васька ты еще растешь нет это хорошо вот здесь мы его вот так вот уложим нет все равно тесновато будет тесновато да я придумал пап что происходит вот так вот в углу стеночку поставим вот так достаточно да да не уток не ляжет кто дед то кто сидя спать будет слушай а вообще правда да а когда ему спать он же такой думает как семейство находить правда о чем вы все время говорите ой он еще и глуховатый комнату твою сдавать будем понимаешь семейный бюджет пополняем вы нормальный а слушай так а если у нас столько места это получается комната изолированная так он там в будке сидит а мы вот тут значит с нами две кровати а можно в два яруса да это хостел получается да точно не та дочка в смысле депутатов скисли сядь почитай коммуналка пришла взбодришься заодно уже пересчитали если у народа взять это быстро а если что то дать так это века а я понял наконец диван и майдан начался хорошо удачи революционер смотри власть народ не слышит спокойно э что это за шутки а кто тебе сказал что я шучу Лимит светлого для тебя на сегодня щерпан. Затягиваем пояса. А если еще раз возьмешь мою пенку для бритья, заберу ключи от квартиры. Слышь, па, а я думаю, может, ему отдельный угол жирно. Смотри, вот тут. Идеально. Монтирую полку, такую, как в купе. Пришел себе, откинул, поспал, закинул и ушел. Можно на балконе. Сейчас лето. А вариант? Да. Все варианты у вас. Прекрасно. Встреча с избирателями окончена. До скорых встреч. Стоп! Сосисочку. Вообще-то я их покупал. Вопросом тут ты. Я яичницу приготовила. Ты садись, садись. А, спасибо. Давай. Приятно. Пап, если ты действительно хочешь поговорить, я не мог как президент поступить иначе. Это требование Международного валютного фонда. Повышение тарифов. Сразу после этого у Украины есть шанс вступить в Евросоюз. Ты понимаешь? Вася, Вася, давай по делу. Раньше мы копили на Турцию. Теперь будем копить на кабаналку. Ты на свою учительскую зарплату был здесь на вольных хлебах. Никто тебе слова не сказал. Все молчали. Теперь, извиняй ты, бананов у нас нема. Я не олигарх. Светка, денег не печатай. Ты свою президентскую ставку резал, дундук. Теперь в семье жесткая экономия и сугубо рыночные отношения. Фринштейн? Ес оф кос. Семью. Куда счет? Какой счет? Яичница 90 гривен? А как я хотел. Три яйца, масло, колбаска, электроэнергия, услуги повара, официанта. Это же грабеж. Нет, Вася. Вот грабеж. Кстати, оплатишь, твоя очередь. Васюнь, Васюнь, ты не нервничай. Сейчас нет, я в тетрадку записала, а ты потом зарплаты отдашь. Спасибо, сестра, обожаю тебя, услужила. Да, кстати, если тебе интересно, яичница пишется через букву ЧМ. Это вам. Мне на работу пока. Люблю, целую, ваш гарант. Когда у нас перевыборы? ТЕЛЕФАННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФАННЫЙ ЗВОНОК Алло. Добрый день, господин, колбоварок. А можно я связь с Ангелой Меркель? Да, можно связать. Привет. Редактор сенчал. Мы у Improvement ваша страна в Европейской области. О, п! М, бе, м, я прощаюсь. Уха, смотри. Я так счастлив. Да, спасибо большое, все украинские и все наши страны. Мы ждем так много времени. Украинские? Да, украинские. Я так извиняюсь, это ошибка. Я звонил в Монтенегро. Монтенегро? Ммм, ясен. Окей. Мои... Мои поздравления. Да, до Монтенегро. Пока. Да-да-да. Фак! Фак! Что? Владимир Викторович, вы меня, конечно, извините, но я не понимаю, что вам не нравится в этот раз? Юрий Иванович, мне все нравится в этот раз как раз. Дело в том, что я не думал, что все так быстро произойдет. Я думал, повышение тарифов будет только после Нового года. Да, раньше бы так и было, а сейчас другое время. Вот, Василий Петрович, вы понимаете, что в свете вашей политики мне просто совесть не позволяет тормозить инициативу президента. Поэтому вопросы сейчас решаются все вот на раз-два-три. Поэтому я собрал пакет законов, подал их в Раду. Вот и депутаты не мешкают, а сегодня откладывая долгий ящик, сразу их одобрали. Нет, Василий Петрович, вы поймите, меняется страна, меняется. К лучшему, меняется. Доброе утро, меня простите, вы не видите президент Голобородько? А видите, вот он. Где? Только что было здесь? У меня к нему деловой разговор. А вы? Я глава банка ЕБРР. А я могу вам чем-нибудь помочь? А вы могли бы вернуть по кредит наш банк 250 миллионов? По-моему, Василий Петрович у себя. Василий Петрович, здравствуйте. 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 Зачем я сюда вообще пришел? Доброе утро. Доброе. Василий Петрович, здесь? Так, вышел. А где он? Очевидно, в кафе. Спасибо. А где это? Прямо по коридору. Большое спасибо. Скажите ему, что если я его там не найти, я вернусь сюда. Вас искали. Спасибо. А Василий Петрович, по-моему, в кафе. Хорошо. В кафе. Ой, здравствуйте. Как я рад вас видеть, нехорошо выг 부드� suficiente. Лодно hadlo. Но вдруг какой-то аромат. А десерты здесь как-то. Не на меня закажите. На десерт не хочу永т. Не прячьтесь от меня. Я вас зайду. Я вас不用ят Василию Петрович, не. Давай slap, Нат! Василий Петрович. Василий Петрович. Петравич! И вот здесь. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как дела? Да вот готовим облавы. На подпольный казино Киева. Это правильно. Казино развращает молодежь. Давно пора. Я, правда, этого ничего не понимаю. В казино никогда не играл. Так что без меня. Удачи, ребят. Спасибо. Спасибо. Так вот. Ну, вот, вчера, к примеру, я был в казино. Проиграл все деньги. Страшно. Такое неприятное. Где-то вот здесь-то. А здесь же Лавра. Да ты что? Лавра. Ничего святого нет у людей, а? Нужно готовить облавы. Добрый день. Меня нет. Понял. Простите. Я искать президент Голобородка. Здравствуйте. Здравствуйте. На русском не понимать, я на армянском разговариваю. Баривцесь. Ну что, нашли? Я его то нахожу, то теряю. А давайте мы позвоним. А давайте. Так. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Юрий Иванович? Василий Петрович. Да, Юрий Иванович? Василий Петрович? Да, Юрий Иванович, я вас слышу. А я вас вижу. А я вас тоже… Вы что здесь делаете? Я здесь, знаете, Юрий Иванович, решил подготовиться к вечершову. Василий Петрович, вы от меня меня меняете? Вы что, нет. Я вас, наоборот, везде искать. Василий Петрович, нам нужно серьезно поговорить. Пойдемте. К вам? Нет, ко мне нет. В кафе. Хорошо. На улицу, куда-нибудь. Вы идете? Да, я иду с вами, не переживаю. Я вам столько писать. Я вам каждый день писать и напоминать. Знаете, Василий, я уже не надеется на встречу с вами. Простите меня, пожалуйста, я не то чтобы я… Просто дел по горло, сами понимаете. Я понимаю, конечно, я понимаю. Поэтому давайте все сделаем по-быстрому. И до свидания. Ну, как по-быстрому? До свидания, но… Что «но»? Тихо. Я не понимаю «но». Никаких «но». Вы мне обещали тогда. Но вы были немножко пьяны, я понимаю. Да, да. Поэтому мы решили не спешить. Да, да. Мы, кстати, очень правильно с вами тогда решили не спешить. Да, но вы обещать меня сделать в другой раз. Скажите, а без этого никак нельзя? Никак. Мы шведы. Мы такой народ. Мы любить… Да, да. Я наслышан, как вы любите. Мы любить выполнять обещания. Ох. Я очень хотеть. Очень. Как я понимаю, тоже хотеть. Понимаете, я не то чтобы… Вы очень симпатичная девушка и шведок у меня никогда не… Я не понимать. Но для этого так мало надо. Мы можем это сделать прямо здесь. Нет, не кричите. Ну что, не надо здесь. Здесь дождь прохладная. Нет, я, конечно, понимаю, что гораздо удобнее сделать это в ваш кабинет. Нет, не готов я на стол и кабинет. Тогда мы можем сделать это машина. Машина Толик или Юрий Иванович, они все разболтают. Нет, нет. Мы можем это сделать аэропорт. Аэропорт нельзя. Там же везде камеры. Там люди, полицейские ходят. Матильда, послушайте. Давайте останемся друзьями. Как друзьями, Василий? Украина, Швеция. Может быть, вы не принесли документы? А мы уже оформляем с вами отношения. Ну, конечно. Необходимо оформить наши отношения официально. Я вообще думала, вы пригласите журналист. Чтобы это было публично. Давайте всех позовем. Слушайте, ну вы уже превращаете... Ну, знаете, у нас в Швеции так принято. У нас все делается при журналистах. Черт знает что, при журналистах. Черт знает что. Вот знаете, вот если с вами... Ладно, а то с журналистами я не собираю. Мы должны оформить все документы при журналисты, публично. Пусть это все так будет. Я не знаю, какие документы мы должны оформить? Документы на возврат по кредит... ...для наш банк. Спасибо! Давай, давай! Масильда! Господин презентрян, подождите, не надо. Я благодарю вас за фантастишный вечер. Это фантастишный канадец. А давайте вы спуститесь, и я вам что-то скажу. Как хорошо, спускайтесь, я чуть не забыть. Ваша страна, остаться должен наш банк ЕБР немалую сумму. Это 250 миллионов евро. Я поэтому хотела с вами встречаться. И все, оформить официально. Вы обещать? Василий Петрович. А хвостиком видите, как я машу? Прекрасно. Что, страшно? Я не трогаю. Так мы можем оформить это обещание официально. Так мы ж только познакомимся. Дайте мне слово. Слово даю. Все, до свидания. Помните, вы мне обещать. До завтра, я жду. Обещаю. А, так вы о кредитах говорили? Вы меня запутали. Я вообще подумал, что это вы и я, понимаете, друг с другом. Ну, вы меня запутали. А как, подожди. А что же это за сообщение вы написали? Василий, вы такой же, как все. Кто все? Президенты Украина. Как просить кредит, вы всегда готовы. Угу. Но как возвращать? Президенты Украины. Угу. I'm sorry. Я все перебутал. Матильда, давайте за вас, за нашу дружбу кредиты мы вернем. Спасибо. Я вам обещаю. Денег в резерве нет. Я не знаю, как мы будем отдавать. Понимаешь? Не знаю. А нехило вы в кабаке посидели. На двести пятьдесят лям. Ты сейчас за страну переживаешь? Или жаба душит, что мы тебя с собой не взяли, а? Ваня, отдавать все равно придется. Иначе мы с вами ничем не лучше наших попередников. Как ты мог пообещать то, чего не сможешь выполнить, а? Ну, тут не надо, Оль. Вася у нас человек сломан. Да я вижу. Вот, к примеру, вчера он поспорил с главой МВФ. Серега, не начинай. А что не начинай? Как будто это я из вазы с цветами запевал. Угу. Как будто бы это я водку заказал. Да если б тебе в голову не пришла идея повесить на меня эту страшную шведку. Я повидел эту шведку. Ты же меня попросил. Она была шведка. Кого я поверю? Василий Петрович, если у вас не будет каких прорычений, я могу идти? Да, была Рудоровна. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Алкаш ты вонючий. Я на подарок пел. Я на подарок пел. Есть у меня одна идея. Как там у вас, алкоголиков, говорят? Лечись подобным. Значит так. Водка нас, ну, в смысле вас до этого кризиса довела, пусть водка вас, ну, в смысле нас из него и выводит. Надо поднимать акцизы на алкоголь. Как поднимать, Василий Петрович? Вы вообще понимаете, что за эти последуют? Другого выхода нет. И сделать это нужно срочно. Ну, срочно не получится. Депутаты на каникулах. Доброй ночи, друзья. Юрий Иванович, ну сколько можно? Мы можем спокойно отдохнуть? В конце концов, это наше конституционное право. Тихо. А вы, голубушка, конституцию на пляже в Монте-Карло читали? Неожиданно. Юрий Иванович, что за горячка? Действительно что-то срочное? Если собрал, значит надо. А, да. Забили, кто оплачивает ваших Монте-Карло, ваших лошадей, ваших фазанов? Забили? Начинай. Шановные коллеги, ставлю на голосование законопроект 7035. Прошу подняти руки. Доброй ночи. Это подсумки дня. Сьогодню в выпуску. Потужный цунамь в Певденной Азии завдаёт многомиллиардных взбитков. Глобальное потеплёння досягло критичної межи. Людство под серьезной загрозой. Ну а починаемо з экстреної новини. Як щойно стало відомо, владею было прийнято рішення про подняття акцизов на алкогольные напои. З наступного месяца горилка, коньяк та інші алкогольные напои подорожчують на 30%. За словами президента Голобородько, це поповний бюджет на 250 мільйонів євро. Дякую за перегляд! Так, все, счастливо. Дальше мене провожать не надо, там спокійно. Я говорю, спокійної ночі, Толик. Їзжай дому. Все со мной буде в порядку. Да і нікого нету. Все безопасно. Хорошо? Давай. Я не понимаю, що. У тебе жена є. Діти є у тебе? Совість у тебе є. Я тебе говорю, їдь дому. Я тебе обещаю, я отсюда никуда не выйду. Будуще діти в квартиру. Ни покурить, ні в ресторан, ні чого, ні мусора даже не вонесу. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О! Привет, Батя. Ты чего не спишь? Да вот, не спится мне что-то. Понятно. Что за чемодан, кто-то куда-то уезжает? Светка в рейсов. Нет, Вась, это ты от нас уезжаешь. В смысле? В коромыслие. Вот где у меня уже твое президентство. Тебя какая-то муха укусила или что? Что происходит? Все очень просто. Сначала ты мать снова отправил на рудники, я стерпел. Потом с твоего благословения мы затянули пояса, я стерпел. Но это уже ни в какие ворота. Они потребовали вернуть назад 250 миллионов евро. Как бы ты поступил на моем месте? Да, каждый останется на своем месте. Я таксист, я рулю, ты главный. Давай управляй, давай, 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 давай. Батя, ну подожди. Ну и куда мне теперь? Земля большая, разберешься. Да! Вот это да, не где ни ворота. У-у-у. А-а-а-а-а-а-а-а-с. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На баррикаду, по периметру поставил, на кухню, на соску, на кухню. Так, взяли по доме. Вот мужчина, молодец. Ребятки, ну взяли по доме. Давай, 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 загорали. Что получается? Вот как нам жить? Как нам жить? Цены растут, коммуналка растет, как жить? Значит, водка? Водка уже полто. Водка полто! А зарплата сгулькин хрен! Есть совесть у Голобородьки или нету? Как мне детей учить, если у меня только одна мысль? Как мне не сдохнуть с холоду? Какие конкретные требования к президенту? Я хочу нормально жить! А если Голобородьке наплевать на народ, тогда ему... Аньба! 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 Похоже, сладкий сон Голобородька подходит к концу. В администрации президента собрался народ, недовольный реформами президента. Ждем дальнейшего развития событий. Аньба! Аньба! Продолжение следует... Р субтитров이랑 Эрдика 25-33-33-333-34-34-34-34-35-34-34-34-34-34-34-34-34-34-38-33-351-33-34-34-34-34-34-34-34-35-34-34-34-34-34-34-34-34-34-34-35-343-34-33-343-34-34-34-34-34-35-34-35-35-35-35-35-35-35-3535-35-34-33-34-35-35-35-3535-34d35-3535-3434-34-34-34-35-35-3535-34-3535-3535-3535-3535-3434ars-35-35 we shave. КОНЕЦ 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 Доброе утро, Белла Рудольфовна. Доброе утро. Меня бессонница замучила, знаете. Рано сегодня проснулся, решил прийти поработать. Дел там много. А вы? А я цветы поливать? А, пожалуйста. Не нужно этот цветочек поливать. Я его уже просто поливал. Достаточно там влаги, там достаточно влаги. Вот этот полейте, пожалуйста. Он большой, видите. Кончики листьев сухие совсем стали. Нам надо. А на поливание не нужно смотреть на меня. Просто поливайте. Поливайте, я вам скажу, когда достаточно. Привет, Толик. Как дела? А я, я понял. Ты меня ждал под домом, правда. Прости, пожалуйста. Я встал пораньше. Решил прогуляться. Хотел тебе позвонить, но батарея на мобильнике села. Извини, пожалуйста. Доброе утро, Белла Рудольфовна. О, а вот и они. А я везде ищу. Их ищу. Я как раз Толику говорил, насколько сегодня утро доброе. Особенно. Хочется прогуляться. Вот. Пойдемте. Посмотрите в окно. Солнышко светит. На небе ни одной точки. Просто красота. Птички щебечут. Я бы на вашей месте, Василий Петрович, была бы осторожней. Сегодня эти птички могут заклевать. Это почему? Граждане, дайте сказать, граждане, дайте, послушайте, дайте, пожалуйста, снова сказать, Путина свергли! Удивительно, всегда работает. Граждане, дайте мне, пожалуйста, минуту, я попытаюсь вам все объяснить. Я понимаю ваше негодование, но и вы поймите, эти реформы – это необходимость для нашей страны, иначе Украина всегда будет пофрошайкой, мы никогда не выберемся из долговой ямы. А это фундамент для нашего с вами будущего, для будущего наших детей. Я понимаю, что сегодня нелегко, но зато завтра… А на кой, черт, на твоем завтра? Возка! 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 Да при чем здесь мозка твоя? Да что вы столь… Вы же нормальные люди! Гоньба! 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 Простите, я вас не помню. Людовик? Людовик! Первый. Нет. А второй? Месье, если будете угадывать по очереди, это затянется до самого вечера. Я Людовик Шестнадцатый. Точно, Шестнадцатый. Простите, просто у вас столько Людовиков было. Да, но только мне досталась страна в таком плачевном состоянии. Кризис, большой внешний долг, недовольство масс. Надо было решительно действовать. И я отменил феодальное право, урезал бюджетные расходы, начал налоговую реформу, которая была так необходима. А в ответ, что я получил благодарность? Французскую революцию. Да при чем тут ваша революция? Эти неблагодарные отрубили мне голову. Так что не теряйте сил и времени. Никто не оценит. Месье! Так а что мне делать? Бегите! Хойба! 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 Ну а пока в Киеве назревает новый Майдан, команда президента Голобородько разъехалась по миру. Официальная версия о рабочей поездке. Министр иностранных дел Мухин якобы отправился в Швецию, министр обороны... Ну что, Василий Петрович, спочина вас. В каком смысле? Первый бунт, первое покушение. Да прямо там, Юрий Иванович, это было всего лишь ведро. Ну ладно, ничего тут постыдного нет, некоторые падали и от куриного яйца. Мы можем поговорить? Да, пожалуйста. Молодец, Толя. Я присяду? Да, пожалуйста. Василий Петрович, не подумайте, что я злорадствую, но... Я вас предупреждал. Вы этими законами открыли ящик Пандоры. К страйку уже присоединились бюджетники из других регионов. Мне сообщили, что басующих около ста тысяч человек. А ощущение, что вы все-таки реванш злорадствуете? Вот напрасно вот так. Я здесь, чтобы вам помочь. Спасибо, Петрович. Ну, вы, как историк, должны знать, что земля, она держится на трех китах. Я слышал этот миф. И что? А то, что в случае Украины, это совсем не миф, а реальность. И здесь все держится на трех абсолютно конкретных китах. Надеюсь. Понимаете, о ком я говорю? Догадываюсь. Так вот, эти люди хотели бы с вами встретиться и помочь вам решить эту проблему. Каким образом? Встретитесь, вы знаете, мой водитель вас отвезет. Я не думаю, что это хорошая идея, Юрий Ильич. Я бы на вашем месте, Василий Петрович, не игнорировал эту встречу. Поверьте, я ничего плохого вам не посоветую. В конце концов, мы с вами в одной лодке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Василий Петрович, прошу. Я здесь, спасибо. Ну что ж, выпейте кофейку, можно чего-нибудь покрепче. Давайте поговорим спокойно. У меня, честно говоря, нет времени ни на кофе, ни на что-нибудь покрепче. Давайте сразу к сути. О чем вы хотели поговорить? О жизни, Василий Петрович. Жизнь – это лотерея. Лотерея. Один выиграл джекпот, становится несчастным. А кто-то срывает шапки с прохожих и становится президентом. А третий ломает все планы, ну и становится поперек горла. Простите, я не совсем понимаю, о чем вы. Честно говоря, мы тоже вас вот часто не совсем понимаем. Ну, вы нам очень симпатичны, Василий Петрович. Правда? Да. Вашим романтизмом вы напоминаете нас. Много лет назад. Ну, слава Богу, нас жизнь вовремя вылечила. Вот мы и хотим тоже вас вылечить. Меня? Да. Ну, так сказать, вколоть вам вакцину реальности, что ли. Вы не в той стране начали реформы, Василий Петрович. Во-первых, вы ничего не добьетесь. А во-вторых, вы недолго продержитесь. Да, это только в Японии, возможно, экономическое чудо. А у нас в Украине, ну, в худшем случае революция, в худшем импичмент. Ну, скажите, но оно вам надо? А стране оно надо? А мы хотим предложить вам руку помощи. А что это? Контракт? Вот счастливый билет, как хотите, так и назовите. Там цифра с восемью нулями. В банке на Кипре. Это только для начала. Поставьте свои подписи, расслабьтесь. Считайте, что вы обеспечили своих внуков-правнуков. Ну, а нам уж позвольте решать экономические вопросы в этой стране. А вы, получается, главные экономисты в стране? Да. А у меня тогда будет к вам встречное предложение. Вы для начала, пожалуйста, подойте в налоговую декларацию. Только реальные. Ну, с восьми нулями. Тогда и поговорим. Нет времени. Спасибо еще раз. До свидания. Убедились. А что я вам говорил? Угу. Парень не так глуп. Его не так просто потопить. Но. У каждого Титаника есть слабое место. Вы все понимаете, какая сложная ситуация. Мне, правда, очень стыдно. Но я не знаю, что делать. Ну, можно что-то пообещать и… Нельзя. Если пообещать, то сделаем. Василий Петрович, у вас не появилось новых вариантов решения этой проблемы? Нет, Юрий Иванович. Может быть, для вас это единственное решение? Для меня это вообще не вариант. Давайте закончим с китами и со всей этой вашей мифологией, хорошо? Ну, тогда надо отменить новые законы. Вы же знаете, что я буду выглядеть глупо. Не страшно. Европа будет смеяться. Ну, как говорится, не страшно, когда на тобой смеется. Страшнее, когда на тобой плачет. Вообще, мне нужна ваша помощь. Я не знаю, как успокоить людей. Василий Петрович, вы не волнуйтесь. Для нас это не впервой. Мы обязательно что-то придумаем и найдем выход из сложившейся ситуации. Да, коллеги? Спасибо. Правда. Я очень надеюсь на ваши светлые головы. Я вот просто могу сказать, это же элементарная экономика. А президент не понимает вообще. Потому что президент у нас дилетант. И команду он набрал таких же дилетантов. Давайте мы вспомним Горбачевщину. Сухой закон. Уничтожали виноградники. Закрывали ликероводочные заводы. Вот. И что, главное, главное, люди чтоб пить перестали. Нет, никто не перестал пить. А самое главное, чтоб в бюджет ни копейки. Правильно. Не копейки не поступал. Ну вы это знаете вам. Что так на меня смотришь? Все правильно он говорит. Голобородька у власти два месяца. И какую картину мы видим. Цены растут. Доллар скачет. Давай, иди, иди. Звони своему Васечке. Забыла, кто тебе еще пять лет каторги впаял, а? Давайте вспомним. У нас есть фрагменты с инаугурации президента Голобородька. Тут по плану я должен был вам всем много чего обещать. Я обещать не буду. Я в этом абсолютно ничего не понимаю. Что я могу сказать такому президенту? Только одну. Господа, давайте подбирать. Гайбаб! 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 Да. Да, вот этим министром. Простите. Мне резиновый эфир. Давайте конструктивным. Пожалуйста. Алло. Привет, мамуль. А я в гостинице, рядом с администрацией. Поел, конечно же. Да, но с утра у нас позавтракал. А поужинал здесь уже, в отеле. Тут крутой ресторан. Большой порции еще осталось даже. Все, не переживай, я тебя люблю. Спокойной ночи. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер. Добрый вечер. Ответ, который ученые окрестили Люцифером, движется в направлении Земли со скоростью 4000 км в секунду. И через несколько дней он столкнется с Землей где-то в районе Киева. В результате столкновения образуется взрывная волна, которая сметет все в радиусе 900 км. А затем последует резкий скачок температуры, ну примерно 600 градусов по Цельсию. И все мгновенно вспыхнет. Можно с уверенностью сказать, что как минимум Украина будет стерта с лица Земли. А в худшем случае Земля уйдет со своей орбиты и погибнется человечество. Главное, что это произойдет мгновенно. Пиво, пломбир и куриная ножка – это, к сожалению, все, что я могу вам предложить в качестве компресса. Хороший выбор. Пиво мне нельзя. Я на работе. А вот ножку возьму. Холодненькая. Очень больно. Нет, спасибо. Нормально. Но я сам виноват. Посреди ночи добрый вечер. Конечно же я вас напугал. Простите меня, пожалуйста, я не хочу. Да чего вы извиняете? А мне еще повезло. Вы бы могли купить воду в стекле. Господи. Я просто не привыкла к тому, что здесь в такое время кроме меня еще кто-то может быть. Давайте поздно знакомимся. Анна Михайловна, ведущий специалист департамента развития. Очень приятно. А я Василий Петрович. Рядовой президент Украины. Я знаю, кто вы. А я к своему стыду даже не знал, что у нас есть такой департамент по развитию. Чем вы занимаетесь? У нас на самом деле много разработок. Я пыталась к вам прорваться, но у вас практически всегда нет времени. Пломбир. Кто? Возьмите пломбир. Ножку отдайте. Я подумал, вы меня назвали пломбир. Да, со временем жестко. Сам к себе иногда не могу прорваться. И все уходит на какую-то суету. Можно откровенно? Нужно. Вы делаете очень много хороших вещей. Но это все как-то хаотично. Вам нужна стратегия. Да не то будет, как всегда. Бедные беднеют, богатые богатеют. А государство остается в стороне. Ну да. Так что нужно делать? Бежать. Куда? Ну, мне на метро. В этом смысле? Можно я вас провожу? А вы что, не идете? Нет, я останусь. Еще хватает работы. Послушайте, я еще раз хочу извиниться перед вами. Все нормально. Забыли. А вы мне обещаете, что в ближайшее время мы обязательно встретимся и вы расскажете о своих наработках. Ну, конечно, обещаю. В конце 2019 года их как раз будет уже достаточно. Зачем так долго ждать? Ну, ваш секретарь говорит, что это единственное окно в вашем графике. А Белла Рудольфовна? Да. Если поговорим, найдем окошко и вас куда-нибудь засунем. А вы извините. Я имел ввиду, найдем время. Последствия от удара. Доброй ночи. И вам. Спасибо. Счастливо. Доброй ночи. Спасибо. Доброй ночи. Спасибо.